Почему вниз работает, а наверх не работает? А ты пальчик послюняй и замкни. Значит, это что будет? Хотите лакомат палачить? Пасточки надо. Надо? Конечно, надо. Ну, палачить, раз надо. Вот такой тебе. Василий Павлович, еще не 12. А еще и не время. Гипноз. Здравствуйте, Сергей. Что? Подержи. А нафига? Ну, просто подержи. Ну, ладно. Все нормально. Сейчас приколимся, сейчас бахнем. Алексей Михайлович, а это кто? Это новый менеджер по развитию. А, да? Ну, неплохо, неплохо. Во всяком случае, я хочу сказать, что у вас хорошо получается подбирать кадры. Стараемся. Я понял. А Елена Юрьевна не против? Елена Юрьевна же не здесь работает, она дома работает. Все, я вас понял. Есть еще один вопрос. Значит, мы тут с Алексеем Михайловичем изобрели вот такую вот штуку. Guten mutten hunde grabben. Короче. Это бумажка, заключение, что печалька может передвигаться по дорогой Германии. Нам осталось только поставить штамп в немецкой полиции и, в принципе, нормально. Как ты думаешь, проканает? Так, конечно, проканает. Штамп под штампом автоблок. Автоблок, все. Главное, guten hutschen. То есть заключение. Помимо прочего, сегодня мы рисуем самолет. Вон там Антоха. Слон Кастомс. Привет. Значит, ты не переживай. Вот именно же эти же ребята, они занимались боевой раскраской печальки. Все, теперь вообще не переживай. Да. Куда же переживать? И у нас сегодня что-то огромное количество всяких донатов и подарков, которые пришли. Значит, начнем с перчаток, Алексей Михайлович. Мануал. Друзья, значит, пришли нам перчатки в очередной раз от защитной линии. К слову сказать, я редиска и в прошлый раз называл их почему-то линией защиты. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Исправимся. Исправимся. Алексей Михайлович, обещаю, исправимся. Итак, ребята пишут. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы заметили, что у вас закончились перчатки. Обращаем ваше внимание на то, что мы очень ревностно относимся, когда наши друзья носят чужие перчатки. Когда заканчиваются, пишите или звоните без лишней скромности. Что-то новенькое. Что, что-то новенькое? Ты сейчас куда смотрел, Алексей Михайлович? Я тебе читаю. Когда закончатся перчатки, пишите и звоните без лишней скромности. Это вас касается. Не будем больше скромничать. Честное слово. Ну, прикольно. Так, а у меня вопрос. Почему вниз работает, а наверх не работает? А ты пальчик послюняв и замкни. Так. Видишь? Менеджер по развитию шарит. Значит, ребята, вы молодцы. У вас появляются новые интересные проекты. Не совсем понятно, что вы хотите сделать с Нивой. Какова ее дальнейшая судьба. Если можно, раскройте завесу тайны. По поводу Нивы. Значит, смотрите. Нивой мы плотно займемся после возвращения из Германии. Вот. Из Нивы будем делать реальный шоу-кар. Значит, для книги рекордов. Для книги рекордов России и книги рекордов Гиннесса. Будем делать самую длинную тормозную магистраль на этой Ниве. Также сделаем на ней очень финиперстовый выхлоп. Ну, и, конечно же, распылим ее пополам и соберем на пластиковых стяжках. Иными словами, этой Нивой нам нужно блеснуть на выставке в Лен-Экспо. Ну, это так, к слову. Далее. Вы собираетесь поехать в Германию побольше, снимайте видео в пути. Мы сами очень много путешествуем и думаем, это будет очень интересно. Доброго вам пути на Берлине, ни гвоздя, ни жезла. С глубоким уважением, команда Защитная линия. Защитная линия. Красавчики, да. Неплохо. Значит, помимо прочего, у нас сегодня от гаража Тулс. Значит, компания Куда. Рисуем самолет. А расскажите, пожалуйста, где мне взять набор юного суицидника? Пожалуйста. Пожалуйста, Татьяна Алексеевна, пожалуйста. Набор юного суицидника. Пошла творить. Давай, давай. Веганский кадр пошел. Хорошо. В принципе, все в таком духе. Неплохо, да, Алексей Михайлович? Вот это, конечно, мне больше всего нравится. Да. Вы что тут? Это что такое? Тарас Сергеевич, можешь тебя на секундочку? Подожди. Ну, что? Скажи, пожалуйста, ты во сколько сегодня должен был приехать? Ну, Георгий Александрович, ну, с клиентки, понимаете? Нет, подожди. Это клиентки. Сейчас сколько времени? Сейчас 7. А ты должен был приехать в 12, Тарас Сергеевич. Это что такое? Вы что? Это нам подгоны, понимаешь? Вот если бы ты приехал вовремя, ты бы видел, что это за подгоны. И от кого. Ты что, серьезно, что ли? Да. Да, ну, ну. Я тебе отвечаю. Нифига себе. Вот, давай начнем с простого. Ну. Тарас Сергеевич, вот видишь, гидрокостюмы. Да, ну, да, да. Значит, это приезжали коллеги Василия Павловича. Ага. Значит, Акифа и Алёха, и они привезли нам всем гидрокостюмов. Значит, вот красненький, вот там еще два красненьких за гаражом туз лежит. Реально, я тебе говорю. Вы что гоните, что ли? А тебе как сексологу, Тарас Сергеевич? Ну? Желтый. Знаешь, химзащита, понимаешь? Вот она, смотри. А, подожди. У тебя же вот такой. Подожди. Так это лично мне, что ли? Да, я тебе говорю. А с этим мы можем на подлёдную рыбалку с Алексеем Михайловичем ходить. Не только подлёдную рыбалку. Тут вообще можно плавать. Минус. Вы подожди, стой. А почему? Подожди. А что так много-то всего? Надо приезжать. Танюк. Надо приезжать, Тарас Сергеевич, вовремя. Мы уже самолет почти нарисовали. Кстати, наш новый креативный менеджер. А, дизайнер? Креативный менеджер. А, ладно, ладно. По развитию. Это хорошо. Ну, мы потом... Мы ещё до конца не придумали, да. Но украшает кадр. Слушай, Борфель-то, какой клёвый. Это, значит, Анна Александровна. Ну? Значит, отжала в бухгалтерии гаража Тулс. Нам на поездку в Германию рюкзачок тебе для бутербродов. Да ладно. Это ещё мне. Откроешь. Ты чем будешь, что ли? Открывай. Да ладно. Там ещё что-то будет? Да. Там для бутербродов. Поделай, понимаешь? Тут ничего не надо. Значит, это для сосисечек. О, да посмотри, сюда можно какую колбасу засунуть-то. Надо из дома будем взять с собой. Вообще, это для инструмента, но круто. Как тебе? Смотри, сардельки, сосиски, охотничьи сосиски. И более того, вот это достаётся, Старай Сергеевич. И можно отдельный поясок. Ну не пачкай, чё ты прям на это самое, на землицу-то. И, кстати, там пластиковый пол. Тут уже серьёзно. Да? Подожди, стой. А это кому? Это Георгий Александрович. Я сразу же хочу сказать, это Георгий Александрович. В суммаре. Топчик. Очень удобно. Сейчас ты можешь открыть. Подожди, подожди, подожди. Там тоже есть под сосиски, да? Классу в барьер положить, нет? Нормально. В бродике-то как-то. О-о-о. Так сюда мангал можно положить, Георгий Александрович. Короче, вот так. Вот смотри, вот сюда шампурики станут чётенько. Здесь мангальчик будет. Подожди, хорошо. Удобнее. А инструмента подожди. Это, значит, новый инструмент в линейке Гарвин. Нам на поездку в Германию. Новый инстру... Гар... Ну, новый набор в смысле. Новая комплектуха. 89 предметов. Ай, на яйца. В принципе, это... Смотри, вот этого раньше не было. Да было, было. Просто видишь, она просто качественная, Сергеич. Вот эти пружинки, они часто как бы... Не-не-не, они же ломают, ну, скручиваются. Да-да-да. Слушай, жир. И как раз нам на поездку в Германию больше ничего не надо. То есть такое... Что надо, да? Да, в автомобиле. Офигенно. Говорю, Саш, подожди. Это перчатки нам пришли. У тебя не трогает Алексея Михайловича, потому что у тебя ещё жёлтые есть. Ну ладно, жёлтенькую ещё одну возьму, Гер. А, да, отбрати, вот это. Нет, ну это ещё со времён прошлых донатов. Ага. Это для того, чтобы покрасить самолёт. Видишь, мы сейчас изобретаем. А, то есть это всё уже вот так вот даже продумано? Да, да, да. Причём, более того, мы решили, так сказать, остаться в стайле самолёта. За шлёпок-то я. Ну, то есть он должен быть алюминиевый. Видишь, там сейчас Антоха изобретает все эти штуки, то есть как бы, чтобы было как-то вот так. А ведь есть. Да, и наш новый креативный менеджер Вишки. В чём мне это не нравится? Нравится? Чётенько. Видишь, что ты пропустил со своими клиентками? Я, походу, вообще пришёл в самое время. Чёт-чётко. Более того, Тарас Сергеевич, мы тут в прошлый раз не посмотрели, а теперь нашли как раз для тебя лак для фонарей, чтобы затонироваться. О, ништяк. Ой. Ну ладно. Слон в посудной лаке. Да. Короче, крутая тема. Ну, Сергеич, ну что ты всё разбросал? Да, всё, всё, всё. Да надо, ты чётко. Подожди, чётко. Даже очки не впали подожди. Короче, перейдём к самолёту. В принципе, вот так вот оно всё получается. Процесс идёт. Когда мы разрабатывали дизайн, мы решили, что он не должен выглядеть вот так, как блестящий. Потому что это же боевой самолёт. И он должен быть такой слегка пожуханный. Такой вот, ну такой вот, прям, чтобы уважение вызывало. Чтобы он побывал в боях. Ну, в принципе, так оно и есть. Можно с ноги? Нельзя с ноги. Это произведение искусства. Георгий-сан, я хочу заявить сейчас, что вот это вот всё, то, что было представлено, это не реклама. Но ссылочки будут в описании, ребят. Ну, надо такой респект выразить. Ты, блин, смотри, кстати, как это инструмента к тебе. Всё, спрятал. Ну, слушай, раз такая пьянка, ну, реально пошла, ну ты посмотри. Я, короче, сейчас это, пока погода хорошая, за шашлычком метнусь кабанчиком. Валяй. Можно, да? Да, давай. Мы не против? Чётко? Мы только за, Тарас Сергеевич, ты посмотри, что у нас. Денег дадите? Деньгами каждый может. Деньгами каждый дурак может. Тебе костюм. Знаешь, сколько этот костюм стоит? Георгий Александрович, вот если б я был на рыбалке, я бы сейчас не спрашивал про деньги, понимаешь? Там уже всё на луке. Это не для рыбалки, это химзащита, Тарас Сергеевич. Смотри, можно, ты посмотри, открой руку, понимаешь? Нет, подожди. Георгий Александрович, а ты что думаешь, что у меня клиенты, это, заразные, что ли, какие-то, или что? Я просто не пойму твоих намёков. Ну, теперь ты можешь перейти в новое качество. Видишь, сюда лапка, сюда, сюда. Ты, кстати, можешь шашлык в этом костюме делать. А, чтоб не пахнуть, чтоб Петон навстречу приехал, и не пахнешь. А, кстати, ты можешь за шашлыком в нём съездить. Нет, нет. Я не пойму здесь. Если бы был бы дождь, то вообще что-то было. Нет, всё, Сергеевич, вали за шашлыком, перчатку отдай. На. За... О-о-о. Начал, начало, Сергей. Подожди, что, подожди, что, подожди, что, что, Татьяна Алексеевна? Шампусик захвати. Всё, всё, не рады ли для шампусика? Нет, самое то, время вечер. Я понял, хорошо. Пивелезная работа нам работала. Алексей Михайлович, мне сейчас... Где вы нашли, Татьяна Алексеевна? Места знать надо. Я понял, хорошо. Хорошо. Значит, переходим по-прежнему к самолёту. Ну, вот так вот это всё выглядит. Наша задача сегодня закончить их с аэрографией, которую мы делаем, и соскидать всю арматурку. Антох. Да. Как ты думаешь, много у нас идёт времени? Большая часть времени уже сделана. Осталось только сделать капот, да и всё, в принципе. Да, кстати, насчёт капота. Насчёт капота, значит, приняли мы решение вырезать здесь большую красную звезду. Отдельные трудности, я думаю, будут с надписями? Да, я думаю, особой трудности не будет, потому что мы сделаем быстренько трафаретик. Тяп-ляп. Всё будет отлично. Технологии. Тяп-ляп, да. Технологии печальки. Я хочу сказать, что в прошлый раз, когда мы красили печальку, мы тоже хотели сделать быстренько, а в итоге у нас ушли сутки, да, по-моему? Ну, где-то так. Вечер, ночь, всё до утра. Вечер, ночь, всё до утра. Почти сутки фигачили печаль, да, Михалыч? Не пугайте меня. Сейчас будет шашлычок. Татьяна Алексеевна наклюкается шампанским. Я хочу сказать, что я до пяти утра здесь не буду. Максимум до двух. Татьяна Алексеевна, многие люди, которые говорили, что не будут здесь до пяти утра, в итоге оставались на очень долгое. Так что мы сами полетом считаем. Тогда придётся брать две бутылочки шампусей. Линголе, да? А, ну ладно, хорошо. Не, вот здесь больше. А, больше? Конечно. А, нифига? Михалыч, нифига ты какой? Вы специалисты. Тянем, потянем. Раз, два. Так, здесь есть? Сколько здесь пальцев? Сколько здесь пальцев? Не знаю, как-то ощущения у меня необычные, когда я так пальцы делаю. Четыре. Четыре у тебя, четыре. Да. Подожди. Пальцы-то разные. Моих три с половиной. Вот теперь ровно здесь. Ровно? Да. Всё, так, это нормально? Звасо алмаз прям. Да. Антоха, может приклеить, не затечёт? Я рисую с 2009 года. Я профессионал. Ничего не затечёт. Всё будет окей. Крутяк, да, Михалыч? Вообще крутяк. Как? Мне просто одно непонятно. Почему мы всё время нынче Татьяну Алексеевну разными должностями движаем? Креативный директор, понимаешь? Как там ещё? Менеджер. Менеджер по рекламе, по пиару. Мы ещё просто не определились. А, не определились с должностью, да? Ну, неплохо, неплохо. Значит, Татьяна Алексеевна, нам нужен креатив. Да, ребятушки, я уже придумала креатив. А, да? Конечно. И что это будет? Минуты, и вы всё увидите собственными глазами. Всё, я понял, окей, хорошо. Хорошо. Ладно, окей. Ждём. Ничего себе, Алексей Михайлович. Пока мы там, понимаете, красим, они тут развлекаются, да, вообще. Вот это тусняк. Тарас Сергеевич. А? Вот красавчик. Красавчик. Вот тот редкий случай, когда сексолог на своём месте и не на рукожопил. Да, Георгий Александр? Вот такой вам, понятно? Вообще, вы чё так, вы чё тут? А ты в костюме... Уже всё готово. Ты хорошо в костюме смотришься, кстати. Да. Тебе нравится? Вы просили, кстати, креатив. Пожалуйста, лайк. Вот вам и креатив. Это, подожди, это такой лайк-защитной линии, да? Лайк-лайк. По-моему, неплохо. Да, вообще, смотри, как пупыльки вылезают, Тарас Сергеевич. Я вспомнил, Георгий Александр. Ты надоумил? Да нет, это жизнь надоумила, понимаешь? Когда жизнь тлен, так всегда будет. Смотри, я, короче, забыл. Я, короче, ездил к Вите на разборку. Взял у него, короче, панель. Вот. Я хочу со светом поиграться. Может быть, ну, лампочки поменять здесь. Подожди, подожди. А так она же, а, она от механической коробки передачи? Она от механической дизельной. Видишь, здесь GDI. Клизмы джедай именно называют. А что таких оборотов много? Ну, Георгий Александрович, я не знаю. Это все вопросы к заводу Mitsubishi. Ты видел такие клизмы? Смотри. Дизель, а тахометр прямо аж до 7. До 8. Ну, это уже когда-то все взяли. Ты уже видел такой, Ганя Костенович? Нет, нормально такой он. Ее, нормально. Крутили. Еще взял, короче, сиденье. Ну, там не кое-что надо посмотреть. Так, прикинь, у клизмы еще была подушка безопасности. Прикинь, она вот так вот. Хуй. Это тут редкий случай, Тарас Сергеевич, понимаешь, когда эта сиденька лучше, чем твоя. На самом деле, да, у меня нету этих боковых стрелялок. Так что нормально. Я тут сижу очень поддыхал. У нас креативный менеджер уже, бля, шампусиком бахнул. Ну, может быть. Нет, все нормально. Диджей Смол, Василий Павлович, нифига себе. Вы прям так, как надо. Чем он в гидрокостюме гоняет? Ну, приезжали, Василий Павлович, приезжали твои кореша. А, да? Да. И, наконец-то, приезли. Которые свечку привозили белого цвета, да? Да, 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 типа того. Василий Павлович, здорово, Асян! Давайте шашлык уже хамить. Вот тебе лайк. Давно пора. Налетай, торопись. Пай живопись, режиссёры. Вкуснятина. Сначала те люди, которые работают. Тарас Сергеевич, смотри, короче. Парни, Лёха и Акиф тебе прислали ещё вот эту мазуту. Они костюм привезли, а мазут забыли. Ну, например, для того, чтобы принять лечебный козивый ванн. А, ну, не правда. На, держи тебя, чупа-чуп, хорошо, спасибо большое. Неплохо. Георгий Александрович, а ты это самое, что, как, документы сделал, не? Да, 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 мы с Алексеем Михайловичем, значит, кое-что изобрели. То есть, как бы, ну, я тебе покажу потом. Помимо прочего, у нас там такое количество донатов, вообще, лежит из гаража Тулс. Просто вообще... Донат и гараж Тулс, о, это всегда интересно, да. Да. Чего ты... Тарас Сергеевич, ты долго в этом презервативе ходить будешь? А чё тебе не нравится? Мне всё нравится. Не расчёгни. Сейчас я ещё бахну, и вообще будет такой, на, шашлык! Давай, шашлык, ну. А там, Палыч, там реально мазут? Да-да. А зачем? Я на вкус даже проедал. А, я понял. Не открывай, нужная вещь ещё. Ещё вылезать из этого костюм будешь. А я смажу, блядь, мазутом и буду вылезать. Кюшайте, кюшайте, господа, кюшайте. Уже и можно? Уже давно пора. Причём, заметьте, значит, кушаем шашлык Алексею Михайловичу возле памятника английскому автомобильстроению. Да-да-да. Бедный лендровер. Теативник? Просто бедный, несчастный лендровер. Всё, даже колёс спустили. Ну, это нормально. Когда-нибудь мы его обязательно соберём. Он же памятник, да? Памятник, конечно. Ну, когда-нибудь обязательно соберём. Конечно. Скором или... И на автору. Да пока я дружу. Чё? Чё это происходит? Лендровер не нужен? А, лендровер? Да, пожалуйста, я бы его взял на самом деле. Да мы железный шашлык не сходим. Чё, продается реально? Давай возьму, чё? Нет, надо собрать. Нет, надо собрать. Какая разница, чё корчевать, блин? Шеллендровер, что ли? Василий Павлович, этот памятник должен выставиться. Потом соберём и продадим. В штат? Ну, в штат. В штатной комплектации всё будет собрано. Да, да, да. Не-не, без креатива. А когда будем делать? Деньги есть? На ремонт. Завтра. Блин, надо рожать. Нифига вообще такой, смарис такой ярый, да? Я же пытаюсь что-то покрутить, да? Ну, ладно. Ну всё, мальчики, пока. Держи себе лайк. Пока, давай. Золотая женщина. Лайк сделала, салатик порезала. Василий Павлович, ты чё? Тачка хорошая. Вася-а-а-а. Вот такой тебе. Василий Павлович, ещё не 12. А ещё и не время. Гипноз. Работает? Всё, ладно, пойдёмте самолёт красить. Чё? Я жарить пошёл. Оливидорчик. А, красавчик. А чё ты расчехлился? Я же не плаваю, ребят. Да у него, по-моему, этот маленький, вспотел. Малец. Нифига, ты сегодня суровый, Василий Павлович. Прям суровый-суровый. Здесь у нас всё происходит и продолжается. На самом деле, очень сложно. Это божественные заклёпки? Да, это заклёпки, да. Нам ещё неплохо, да. Чек, что поделать? Да, дополнительные баки будут? Нет. Обязательно. Угу, обязательно. Клиент купил, буду завредносить всякие книжки. Надёжно завязывать. Надёжно. Вот. Я, короче, взял это для прав. Они же у меня все за рулём. Тарас Сергеевич, тебе удобно? Ну, нормально. Чё, клизманские кресла, нормально, чётенько. Рестайлинговый велюр. Велюр, Георгий Александрович. Это самая рулевая. Как ты думаешь, нормально подбросить? Я пару раз видел видос на Ютьюбе, где Ли подушками безопасности подкидывает. Ну, там прикидываешь. Достаточно высоко. А ты сколько весит, Тарас Сергеевич? Меньше центера. Нормально. Ну, нормально, да. А ты давно кушал? Ну, шашлычок. А, шашлычок, да? Ну, я, ну, да. Может выйти. А, хорошо. Всё нормально, да. Надёжно, да, связан? Ну, всё хорошо. Поцелуй меня, типа. Ну, это, короче, вообще самое вредное. Она, короче, травмная такая. Чё ты шнуруешь-то здесь людям? Да ты зацени, короче, я клетка взял. Всякие прикольные. Это для прав я им буду дарить, чтобы самым... Самая рулевая. Да. Провозай. А вот это, короче, самое вредное, короче. Она, видишь, травмная такая немножко. Реально какая-то травмная. Ну, в лобик так. И всё. Ну, хорошо. Тебе удобно? Да, чётенько. Ну, хорошо, что ты говоришь, что ты там. Получишь надёжненько. Надёжно, надёжно. Это ты, представляешь, тебе подарил. Хорошо, когда, смотри, чуваки подыгрывают, да? А секс-лок реально не представляет, что подушку недопасную. Включаем, реально. Готово. А ещё есть, короче... Готово? Готово? Норм? Очень хорошо. Тарас Сергеевич, подержи. А нафига? Ну, просто подержи. Ну, ладно. Всё нормально. Сейчас приколимся, сейчас бахнем. Михалыч Красавчик пришёл. Не-не-не, Тарас Сергеевич, всё хорошо. Сейчас мы, сейчас мы... Блин, ну... Ну, я хочу сказать, что подушка безопасности даже работает, смотри, на старой клизме. Это удобная сиденька была, вы что делаете? Кто это? Мама сошли. Всё, всё. Она горячая. Всё нормально, у нас тут, видишь, это лайк. Он остался же. Это наш новый креативный директор сделал. Ну, молодец какой. Ну, вообще-то это она. Вот Алексей Михайлович нанял на работу. Опасность. Суки! Что здесь происходит? Что вы творите-то? Мы самолёты кречиваем. А это что? Это сиденька с клизмой Тараса Сергеевича. А что с ней? Ну, подушка хлопнула. Мы решили попробовать, хлопнет или нет. Она хлопнула, всё хорошо. Ты сумки забрал? Да, вон сумки и рюкзачок. Инструмент забрал? Инструмент. Вон 89 предметов. Ссылки в описании вставил? Ну, мы же ещё видео не сняли. Хорошо. А я не она. Я позитивна. У меня что-то розовенькое. Это зачем? Это ему. Василий Павлович, тебе на Субару розовые чехлы. А это что? Молодец, секрет. Ага, я понял. Свои развлекухи. Новые трутики субаристом. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Василий, всё хорошо. Ты крепись. Будь мужчиной. Анна Александровна, а вы умеете буквы врезать? Да, умею. Не надо. Не настраивайтесь. Хотите, мы вам лайк подарим? Это наш креативный директор сделал. Вот ей и подарите. Жареным пахнет. Алексей Михайлович, опасность. Лайк, лайк. Лайк, лайк, лайк. Аларм. Хочешь трусы? У меня свои есть. Может, сюда вы займите? Давай. Совсем курицы с ума сошли под вечер. Ой. Ну, Костяныч, какими сумками? Заедал на огонёк. Неплохо. Не думал, что у вас тут огоньок огонёк. Не-не-не, мы дрищи. Он всё-таки пригодился. Не-не-не. Да, не гриб. Снаряд. Чё, Финни фланал? Финни фланал? Финни-ти жив, жив. Как Ленин. Да, да, да. И всё, Костяныч Костяныч всё время говорит. Гирго, Костяныч, когда придёт аппарат для промывки форсунок, когда придёт аппарат для промывки... Кому-то он сам нужен. Мне? Нет. А мотор-то пришёл. Мотор пришёл, вон он лежит. Ну и что? Нам до форсунок ещё жить и жить. Какая разница аппарата будет? Самое интересное... Там куриная возня, Тарас Сергеевич. Куриная возня с бензопилой. Без бензопилы. Ничего себе, бабоньки у нас в магии. Давай-давай-давай-давай. Ничего не замечаешь? Тарас Сергеевич, прочти слово, пожалуйста. Внимательно прочти. Прочти слово. Прочти слово. Не-за-ви-си-мы. Найди пять отлит. Пойдём на ту сторону сходим. Пойдём, пойдём, пойдём. Короче, мы на рукожопере, на самом деле, сами. И троллим сексолога. Не-за-ви-си-мы. Что-то я не понял. Что, не хватается? Ну, подумай. Ну, сообрази. Что из меня, блондинку, бля, делаете? Ара, вот эта надпись должна быть вот здесь. А, ещё? Ой, да идите в жопу, я тут и думаю. Что вы, грамматические ошибки нормальные. Не зависит. Какие? Не получается, эксперт независимый. Надо независимый эксперт. Нельзя, это одно слово целиком. Тарас Сергеевич, ну не три, стой аккуратнее. Да хорошо, вот здесь сделайте. Да мы это сделаем. Мы сделаем, перекрашивать-то не будем, явно. Так, а что? А вы можете. Не-а-а. Не-а-а. Не сегодня. Бошли. Бошли. Вот, всё. На ровной месте киппу. Ну да, хотели же, чтобы красиво. А получится, как всегда. Ну, неплохо. Вполне. Ну, кстати, добавляет такой, знаешь, фактурности. Так, чё-чё-чё-чё-чё-чё. Я тут немножечко тоже покрасил. Да. Л-2Л, чёткий самолёт. Мы тут. Ну, сейчас работа над капотом ещё идёт. Но будет примерно где-то вот как-то так же. Ещё лаком надо пульнуть вот здесь. Мне вот эффект очень понравился. Получился типа старый-старый. Алюминий такой. Самолёт, в общем. Независимый, Ютуб, всё хорошо. Василий Павлович тут занят вырезанием эксперта. Значит, это что будет? Хотите лаком палачить? Он пахнет, не надо. Надо? Конечно, надо. Ну, полазьте, раз надо. Ну, вообще, жир. Можно, да, сдирать? Да-да-да, сдираем. Офигенно. Антонио. Вы теперь Бандерас вообще просто. Слон Кастом прокачали нашу тачку. Йоу-йоу-йоу. Йоу-йоу-йоу. Веганы не сдюжили. Попей тачку? Не хочу. Я понял. Ну, в принципе, как-то так получилось. Отдельная вообще, как бы, сложности было достичь вот такого вот эффекта. Что типа царапанный, царапанный алюминий. Такая вот история. А так самолет получился достаточно боевой. У-2Л такой, злобный. Очень круто. Очень круто. Сейчас уберем молдинги и все. Сергеич, ну ты посмотри, реально крутяк. Ты Гюджи Саныч. Да, стичь, фантастичь. Подзарит. Вообще. Да, как раз это все слипнется, прилипнется за пару дней. И будет вообще крутяк. Капот мне нравится. И звезда вообще просто. Да. Последний штрих. Превосходно. И время-то еще, смотри, детское. Всего-навсего 2 часа. Да, согласен. Ну, какие-то жалкие 10 минут третьего. Базаришь. Тарас Сергеевич, вот это у вас касается. Тише ты едешь. Крепче панцирь. Да, да, да. Причем тут панцирь автомобиль, правда, я не понимаю. Практически панцир-ваффе. Но у нас, правда, самолет и отечественный. В смысле, вот туда пошел? Да, да, да. Ну, Юль, это все сделал он. Вот самолет разрисовал преимущественно Антоха. Это будет ссылка в описании, поэтому можно все ему высказать. Обязательно. Обязательно. Да, вот давайте все напишем. Напишем в группу Slon Custom вообще, как они покрасили самолет. Вот прямо сейчас заходим. Пишите, прямо сейчас. И напишем, да. Значит, здесь уже мы в шаге от лесбийских игр. Обойдетесь. Пожалуйста. Значит, тут у нас все получилось. Молдинги поставили. Значит, это здесь. Самолетик здесь. Номера навесили. Значит, молдинги поставили. Значит, бампер закрепили. Так, ну, в принципе, хорошо. На самом деле, я искренне доволен результатом, друзья. Да. И при всем при этом мы израсходовали не так много краски. Столом сказать. Ну, что там, закрепочки. Пшик, 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 пшик. Все хорошо. Да, может, уже чуть-чуть, да? Да, 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 да. Значит, вот у нас тут всего, куча всего осталось. А-а-а-а-а. Папарабы уже. Два часа ночи. Побывать в Древней Греции в Древней Греции? Побывать в Древней Греции. Метнуться кабанчиком. Мы можем сейчас зайти и купить путевку. В Древнюю. Я согласна. Согласна? Да. Тогда терпи. Да. Лайк. Не верим. Не верю. Что ж не верю? Все равно платят бухгалтери. Вы посмотрите, на них такие стоят, ждут. Все, господа. Идем писать финалочку. Давайте уже финалочку снимем. Там Василий Павлович что-то фонари настраивает. Я поднесился? Защитная линия. Я выучил. Защитная линия. Ссылка в описании. О-о-о. Это ты что? Видал? Это где такое? Веер, ёпты. Какой веер? Это что, из колботок что ли? Нет. Это за эти. Самки, человека, что стоите? Идите к нам. Здравствуйте, Сергей. Я не знаю, куда-нибудь залезайте. Смотри, ты видишь Василия Павловича? Ты не видишь. Это четенько из стрингов сделаны. Это штучка. Это из колботок. Да. Пускай, ну давай. Это специально для штрихов. У тебя на этом самом раздельке висит. Ребята, так исторически сложилось, что сегодня будет достаточно много опять ссылок в описании. Это действительно ваше. Что за реактивный ралли? Прежде всего, спасибо, конечно, за защитные линии. Ой, это дизлайк сейчас. Вот так надо лайк сделать. Вот так хорошо. Второе, значит, сокраски Куда. Ссылки в описании. Гараж Тулс нам подогнал в лице Анни Александровны. Ну, во-первых, спасибо гаражу Тулс за то, что он подогнал нам Анну Александровну. Да. Ссылки на Анну Александровну в описании. Анна Александровна нам подогнала, значит, рюкзачок. Рюкзачок, рюкзачок, сумку и новый набор инструментов. Тоже на все вот это безобразие слуги. Так это же мой институт для бутербродиков. Че? Че? Для бутербродиков. Какие бутербродики? Жирные тебе бутербродики в таком токаре. Бутербродики не няде тебе. Мы туда положим важные запчасти. Розовые трусики Василия Павловича. Несомненно. Он за штриху. Хорошо, прощения. Да, пожалуйста, Дарья Сергеевна. Какие трусики? Василия Павловича. Эх, многого ты не знаешь. Ой, много ты не знаешь о субаристах ночью в автосфере. Действие, кстати, происходит в автосфере у Алексея Михайловича. Ремонт автоматических коробок передач «Бесна и отдыха». Там прячется вон сзади диджей Смол. Мы обязательно будем записывать песню когда-нибудь. Не в этом тысячелетии, но обязательно. Ну и, конечно же. Он уже твердый. Сегодня, на самом деле, правил, бал. Простой, но очень талантливый дизайнер Антоха. Слон. Слон. Сластумс. Да. Я тоже раз такая пьянка хочу сказать. Ребята, хочу вас бы огромное выразить благодарность. Витя, разборка Митсубиши. Спейстары, Митсубиши Каризма. Тоже все ссылки будут в описании. Убери, убери лайк. Подожди, да ну не в лицо мне. Вот, все ссылки будут в описании. Ау, 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 ау. Он много ништяков не подогнал. Блин, капец. Вот. И все ссылки в описании. Переходим тоже в группу, подписываемся. Красавчик. Если надо запчасти, то пишем вообще четко. Все сказали? Все сказал? Да. Ну, расцемка такая, по слову, нужно все. Высказаться. А мне кого пропиарить? О, пропиарить себя. Значит, вегановский магазин. Чем борожишь? Фалафель. Фалафель это? Овцами из брок или блин? Это что? Это еда. Вегановская еда. Как шабуха. Это не то, о чем мы подумали. А бошлось. Фалафель это безумно классная, вкусная штука. А между прочим подтверждает. Василий Павлович, покажи свой фалафель. Фалафель круглый. Ладно, все, ребят. Пора заканчивать. Реально, это опять ночь. Мира, добра, удачи. И до новых встреч. Выгоняем самолет на улицу. Тарасу Сергеевичу лайк. Всем пока. Ну, что ты колготки у кого-то отжал, понимаешь? Что это за... И натянули. Давай, без колготок теперь. Пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok